Итак, дорогие друзья, продолжаем работать над нашим сайтом, войдем и сейчас наша задача навести порядок. Мы будем заканчивать сейчас писать блог. Как мы видим, здесь довольно много надо написать. Вот смотрите, допустим, юзера мы только модель написали, то есть у нас на данный момент сейчас вот это вот работать не будет, да? Поэтому нам надо какие-то обозначения в коде. Дальше, например, комментарии надо писать, да? То есть много чего надо писать, поэтому что надо сделать? Нам надо ввести какие-то обозначения. Например, вот когда завершено, чтобы было видно, что завершено, что-то делать, где-то поправить. То есть это очень удобно, поэтому займемся этим приложением, тем более настройкой. И это первый урок, второй пропишем все функции, то есть начальные, да, в других уроках. Но поставим пока пас, ничего не делать, но чтобы нам представлять. Чтоб вам легче было разобраться, будем делать следующим образом. То есть смотреть, что мы хотим сделать, потом писать код. Так будет, намного, думаю, понятней. И крайне удобно, крайне удобно получится еще... Почему? Потому что когда мы, допустим, перейдем и видим, да, вот завершено, завершено, да, вот это делать, 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 делать. То есть, каждую перейти, конечно, можно писать еще вот так, более подробно. Допустим, ТОДА, да, делать сохранение постов. Можем поставить... Например, так. И у нас будет все читаемо. Следующий момент, который нас интересует, это... У нас же получается много приложений. У нас много приложений. Есть связанные приложения, да. То желательно... Связанные мы пока написали только юзеров. Модель. Но, тем не менее, они будут связаны. И чтобы нам понимать, желательно в коде здесь отмечать. Тогда мы точно не запутаемся. Понимаете, вы открыли, посмотрели. Ага, вот это, вот это делаю. Плюс, правильное документирование, в принципе, мы точно не запутаемся. И еще скажу. Можно, конечно, двумя способами делать. Первый, допустим, комментарий, да. Бета-коммент. Это одно. Но здесь немножко другое. Здесь мы пишем большими буквами. Это прекрасное приложение. И мы, по крайней мере, видим, что нам делать. Ну, давайте поймем принцип настройки. Он несложный. Так, ну, сами возможности будем рассматривать потом. Поэтому сейчас я закрываю это. А мы с вами открываем следующее. Сейчас надо позакрывать половину. Итак. Открываем WS-студия. Здесь вводим. Мы это с вами делали, но сейчас более подробно, потому что, ну, уже нагорело, да. То есть надо. ТОДА. ТОДА. Она у меня установлена. То есть такое вот дерево найдете и установите. Здесь можно почитать. Ссылки будут. Вот одна ссылочка. Ай, это не то. Немножко. Немножко не то. Вот, ТОДА-3. И далее. Далее сделайте следующее. Так как у вас будет понятен принцип, открываем параметры. Далее. Проматываем, находим приложение. Так, я закрою. Сейчас, давайте я сначала все сделаю. Параметры. О, все равно открылось. В общем, у вас будет здесь расширение. Дальше ищем по названию нашего ТОДА. Открываем его. После проматываем. И до Sessing.Json. И, по сути дела, здесь вы уже увидите. ТОДА-3. General Tech Growth. Нам это можете оставить. А внизу, вот я вам дам файл, вы его скопируете. Только последний круглую скобку, фигурную скобку, не надо копировать, потому что это начало, да, начало и конец. А вот этот весь файл скопируете. И сейчас мы разберем. Везде одна и та же. Первая идет дефолтная, а дальше идет конкретная настройка. Переименовать можно все, что хотите, да. То есть все, что хотите, какие команды нужны. Мы давайте, исходя из наших задач, которые нам надо. Вот сейчас я вставлю. Значит, давайте рассуждать. Сейчас, которая работа ведется, надо. Ну, конечно, было бы здорово открыть файл. И увидеть это в файле. Вот Word, да. То есть я знаю, когда у меня вся полоса таким цветом, вы свое выберете. И вот иконочка, да. То есть вот над этим я сейчас работаю. По сути дела, я мог бы по-другому сделать. Мог бы... Давайте попробуем закрыть этот файл. Перейти сюда. Тода. Вьюха. Ворк. Да, сразу открывается там, где надо. Это очень здорово. Теперь, ребята, делаем то, что говорю. Потому что вот два года у меня не было возможности. Я вел только школу, но не вел... Курсы, допустим, индивидуальное обучение, групповое обучение. Самое дешевое, это просто прийти в школу. И я начал заниматься в группе сейчас. Просто стало больше времени. Ну, причина банально проста. Родилось было двойне у меня. И пока мы не пошли в сад, я занимался только детьми и немножко школой. Вот. Теперь уже начал заниматься индивидуально. И к какому выводу пришел? Обратите внимание, в связи с этим появилось довольно много в последнее время видео. Потому что о чем мы говорим? Понимаете, какая ерунда получается. Написал довольно много видео, которое в разделе, наверное, находится в основном изучение языка программирования по системе номер один. Посмотрите. Внизу вот сейчас они есть. Там уже уйдут, наверное, другие появятся. Но в любом случае можно... Либо как стать программистом программирования по системе номер один. Да, вот они все здесь. Потому что когда мы... Сейчас я продолжу. Открываем Django. И когда вот начинаешь заниматься, да, уже опять возвращаешься, вовлекаешься в полный процесс. Открываешь документацию. И вот что ни возьми, везде, грубо говоря, плохо. Потому что атрибуты не читаем. То есть сначала с функциями не умеем работать. Документацию не читаем. Поэтому вот то, что я рассказывал по курсам Django. Здесь есть система, да. Если сказано, что URL надо в начале изучения Django изучить. Сейчас вернусь. И изучить так, чтобы оно отлетало. Да, значит, надо изучить, ребята. Иначе будете всю жизнь ковыряться. Ладно, поехали. К чему я это рассказывал, говорил. Вот поэтому делаем. Все пишем. Еще раз объясню сейчас коротко, зачем все писать. Ребят, смотрите, большинство... Большинство ребят вообще ничего не пишут. Они там где-то что-то накомментировали чуть-чуть. И все. А Бовсуновский знает, но все пишет. Потому что когда вы пишете и работаете с документацией, а именно пишете, вы начинаете... Ведь когда... Чтобы написать, надо каким-то образом обозвать конструкции языка, функции, классы, что еще состоит. Это надо как-то назвать. Пока вы не называете, потому что вроде бы понимаю, это один момент. Давайте более конкретно, да. Вроде понимаю, это один момент. А вот мы с вами писали модели, писали, постоянно опираясь на документацию. Скажите, пожалуйста, вот те, кто в школе. Ребят, сколько из вас, вот вы лично, вот кто сидит за монитором, описали это все для себя отдельно? Если не описали, то плохо, описывайте. Почему? Потому что это выброшенное время. Когда мы смотрим, да, мета, что-то, да, вроде понимаю. Далее пошли. Настройки полей. Да, вроде бы понимаю. Что обозначает? Что обозначает каждая настройка? Если вы это не прописали, то это все улетучится. Как только вы прописываете, вы, наконец-то, начинаете нарабатывать базу, как вы будете выражаться языком, размышлять языком программирования. Или, допустим, уже в реализации тем же джанга. Но это тоже все написано по принципам того же Пайтона, да, то есть языка программирования. А если мы не пишем, а что-то там только взяли, где-то пометили себе комментарии, а потом говорят, так а мы не пишем. Мы вот идем в магазин и не можем размышлять о коде. А откуда будет? Этим надо заниматься каждый день. Что за дурное вот это дурноте? Придумали курсы программирования, там, через полгода стань программистом. Ребята, запомните простую вещь. Проверено за 10 лет. Станете вы, можно стать нормальным программистом за 2 года, учитывая, что вы будете вкалывать. Проекты вы, возможно, начнете писать, вот как мы пишем, да, и через 3 месяца. Но программистом вы можете стать не ранее, чем через 2 года. Нормальным. Но эти 2 года надо отработать, отпахать. Я буду заниматься 2 часа в день, и я стану программистом. Да вы даже, ребят, не дурите себе голову. Создадим, возвращаемся, мы с вами делали вики, в наше вики. Создаем здесь файл, называем, например, в МД, и начинаем думать. Итак, смотрим на код, что нам надо. Сначала открываем. Я вам даю файл вот этот, да, это у вас будет начало, вы скачаете себе. И это скопируете и вставите. И с этим вот начнете вариантом работать. Почему? Мы что делаем? Сейчас вот это вот берем себе и в инструкции здесь сразу себе пишем что это и размышляем, да. сейчас я что я уже добавил work то есть так как я говорил, что открываем мы файл view и сразу четко находим либо там, либо через само приложение над чем мы сейчас работаем то есть работа ну принцип работы здесь совершенно простой давайте зайдем то есть нам это надо, да сразу к себе комментируем потом привыкнется запомните свое сейчас работаю над этим related связанные приложения надо, надо ну давайте посмотрим ну баг баги надо надо исправить хак надо ну пусть будет исправь меня это когда надо срочно исправить срочно исправить поработан можно позже тода что сделать в общем можно внизу кода что-то писать нота пусть будет пояснение коммент ну понятно комментарий это уже где хотите при этом вы можете по-другому рассуждать ну вот это по сути дела ну пусть остается ну для себя я в этом пользы не вижу ну пусть будет может где-то понадобится после этого открываю файл json который мы с вами открывали давайте найдем work вот work справка здесь банально простая так не то итак поехали по порядку то что есть много функций навряд ли вы будете использовать но тем не менее work иконка сейчас попробуем я знаю что вроде как начали в json давно работать комментарии но сейчас мы проверим будет оно работать или нет поэтому что можно сделать абсолютно верно справки написано да е-мое смотрим по иконкам по справке нам достаточно да путар икон то есть поняли да я сразу даю эти иконки то есть вы их найдете легко да наберите вот это вот название и увидите кучу там иконок, которые вам надо выберите. Давайте попробуем поставить ссылку. То есть, чтобы у нас сразу была ссылка. Проверим. Теперь проблемы. Смотрите. Я сейчас объясню, откуда. Здесь оно пишет, что надо вот либо RGB, а я ставлю вот Black, Silver. То есть, на слова West кода реагирует так, болезненно. Когда будете ставить вот такие вещи, то есть, со значками, это кому как удобнее, но как-нибудь еще собираюсь переделать, никак не могу переделать. Но, в принципе, я понимаю, что мне это не мешает на данный момент. Ну, а так будет приятнее. Поэтому поняли. Да, тогда вот исключение не будет вызывать. Ладно, поехали. Вот иконки, поставили себе ссылочку. Вроде бы никуда ничего не делось. Смотрим. Теперь открываем второе окно. Открываем. Так, не то сделал я. Так, теперь вьюха вот здесь. Сеттинг здесь. Здесь можно убрать. Нам теперь видно все. Поехали. То есть, название иконок поняли. Дальше. Тип. Тип открываем. Просто вот перевели и читаете. Тип. Допустим, текст. Выделяет тег и любой текст после тега. Давайте посмотрим. Иными словами, я сейчас вот это убираю. Тип пишу просто текст. Все, щелкнул. Смотрите, у меня выделилось только work. Дальше я пишу, допустим, work и бла-бла-бла-бла-бла. То есть, все выделяется после тега. Дальше не выделяется. Но я хочу, чтобы то, на чем я работаю, было на полную строку. Чтобы мне сразу бросались глаза. Почему я отменяю то, что было ранее? Ой. Здесь нажимаю и отменю. Да е-мое, долго. Ну, уже почти. выделяется вся линия. Дальше. Поехали. Давайте попробуем здесь изменить foreign to road. ставим белый. Как видим, стал белый цвет. Пусть остается, он не бросается сильно в глаза, мы его и оставим. Background. Ну, это, наверное, понятно. Ну, вот это вот удобнее. Смотрите, ребят. Удобнее, чем, если вы... Это еще какое-то приложение, я не помню. Это CSS. Надо посмотреть, что устанавливали. По-моему... Так, и... Надо посмотреть. Так, это не то. Что-то я где-то ставил. Что-то из этих, да? Потому что другие я не устанавливал, пока мне просто они не надо. То ли вот это... Сейчас... Да. Так, нет, это немножко не то. То. Либо среда сама будет... В общем, вы поняли, что надо искать. Если не будет срабатывать, вам надо, чтобы вот так отображалось. Поэтому бэкграунд ставили. Так, ну вот, цвет изменился. Теперь мы можем, по сути дела, вот так довольно удобно. Что мы хотим добиться? Мы хотим добиться, чтобы оно, в принципе, выделялось, но в глаза сильно не лезло. Но при этом как-то отделялось, да? Ну, то есть, это я так делаю, как вы будете делать, я не знаю. То есть, отделилось и и кон-калор. Здесь у нас стоит странно. Уберем. Вообще стало черный. Попробуем сделать такого же цвета. встало, да? То есть, такого же цвета, то есть, все нормально. Здесь можно нам так делать и дальше. Дальше, то есть, принципиально поняли, да? Ничего сложного нет. По сути дела, в чем смысл? Вы берете, заполняете нужными вам опциями, их больше опций, но навряд ли они понадобятся больше. И внизу надо вписать где генеральные теги, то есть, вписать сами названия ваши. Можете здесь прямо и попробую задокументировать. Ну да, будет документироваться, все нормально. Открываем User Post List View. Да, я вижу, что здесь погинации нет. пишу себе баг погинацию. Post Update View. Тут надо еще кое-что добавить. Я считаю, что надо такая вещь, как комплект. То, что завершено. берем берем, берем, ну, например, копируем в любое место. Ставим, только не забываем, запятую запятую поставить обязательно, потому что будет выдавать ошибку. Это уже джейсон надо немножко почитать. Сразу выдала ошибку. так, 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 скопировали, поэтому тут пишем. комплект. Дальше открываем иконки. завершено. в принципе, это чек надо логично будет поставить. Он там есть. Давайте попробуем вот эту. Смотрим. Так, не то. Теперь PostUpdateView обновление. Поставим комментарий, ведь Python не терпит без комментариев. И набираем. Так, теперь что желательно сделать. правильно. Нам бы это сделать зеленым, тогда сразу четко понятно, что это зеленое. Поэтому вот это вот удобно получается. Приходим в зеленую палитру, выбираем зеленый цвет, который нам нужен. зеленый стало, да, белое. Все отлично. Ну и значок тоже надо сделать зеленым. В принципе, логично будет. туда. Все. Это для нас четко понятно, что это завершено. Теперь нам будет очень удобно делать. То есть, мы видим, смотрите, когда мы будем открывать вьюху, да, видим баги, ага, буду править, над чем работаю, то, что завершено. Единственное, надо дописывать, да, то есть написали, написали. Все. Post Update View завершено. И будем видеть. Здесь настроек очень много. Я думаю, надо добавлять по ходу усложнения. Пока, в принципе, потому что можно сворачивать, разворачивать. То есть, все, что угодно можно делать. Пока я показал, то, что сделали, то, что было. Ну и все остальные также проверяете. То есть, теперь наш файл приобретает какую-то немножко другую жизнь, и мы понимаем, над чем работать. Так, пока все. Следующая задача, как я говорил, нам набросать функции и понять, над чем мы будем работать, где баги, где завершено завершено строком. Ну, то, как работа с этим приложением, вы поняли, сложного здесь ничего нет. Надо было запомнить единственное. Это все надо писать и все надо объяснять. Если вы это сейчас упустите, то, ребята, это будет сложно. Каждый день, который мы с вами занимаемся программированием и при этом не записываем себе, не комментируем, мы упускаем. Почему? потому потому что это все будет забываться. С другой стороны, когда мы будем все это записывать, то это будет откладываться и уже у вас в голове каждая конкретная конструкция языка будет как-то называться. Вы будете как-то называть, будете понимать, о чем речь. Отсюда начинается размышление, отсюда начинается написание, отсюда начинается много вещей. Ну, и про документацию я не говорю, делаем по курсу. Как вот я делаю, работаем с документацией постоянно. Все пока. Все точно получится.